В день народного единства, который сегодня отмечают в России, в Москве прошел так называемый русский МАШ. Там собрались радикальные националисты. Несколько человек задержали за мелкие нарушения, например, ношение масок. О том, как прошло шествие, расскажет наш московский корреспондент Ольга Драгилева. Русские! Вперед! На улице московского спального района Люблино сегодня вышла оппозиция, только совсем не либеральная. Так называемый русский марш собрал несколько сотен радикальных националистов с самых разных убеждений. Одни требуют демократического, но русского государства, другие мечтают о монархии. Объединяют многих антисемитизм, ксенофобия и расизм. Слава Руси! Слава Руси! Что это за жест, который вы сейчас показываете? Нет, не хочу. А почему? Не хочу. Берите, пожалуйста. Но это не запрещенный случайный жест? Нет. Но это же нацистский жест, нет? Нет. А что это тогда? Это римское приветствие вообще-то. Что это? Это римское приветствие, древнеславянское приветствие. И я славлю своих древнеязычных богов. Русский народ находится в оккупации сейчас жудовской. Поэтому необходима мобилизация, собранность. 80% по пересенаселения русских, да? Это уже моноэтническое государство. Должен быть статус государства образующего народа. И его нет. Есть абстрактные россияне. Вот мы хотим русско-национальный государство. Русские националисты хотят построить русско-национальное государство. Понимаете, что вот эта куча диких орд, таджики, там узбеки, понимаете, ринули сюда, на русскую землю. После того, как они резали русских там... Отдельной группой так называемый «Черный блок». Его участники открыто называют себя национал-социалистами. Можете почитать исторические книжки, видеть, какой там был уровень коррупции, какой уровень преступности, безработицы. Это вам обо всем скажут. А преступления... Мы хотим такого же для России. А преступления, которые совершались против других народов, это все миф или вас это не волнует? Вас интересует, в первую очередь, интерес русского народа, и, в вторую очередь, интерес других белых народов. Несмотря на то, что для нас, латвийцев, количество людей, которое вышло сегодня на русский марш, кажется просто огромным, до 2014 года так называемых националистов было в несколько раз больше. Оказалось, что 2014 год и так называемый «Крымский вопрос» русских националистов расколол. Радикалы, которые политику российского руководства в Украине поддерживают, теперь устраивают отдельное шествие в другом спальном районе Москвы. Ольга Драгилёва, Сергей Смоляков, Латвийское телевидение, Москва.